Здорово! Знаешь ли ты, что такое работать в кал-центре? Не знаешь? У меня есть такой опыт. Это без преувеличения худшее место работы во всей моей жизни. Под лучи закатного солнца я хочу поведать тебе эту историю, как я попал, устроившись, обучившись и работая в кал-центре. Амстердам. Голландское пиво. Многие, кстати, спрашивают секрет моей красоты и молодости. Это импортное пиво делает свою работу. Глоток всегда омоложает, освежает, витаминов в организм добавляет. Б, А, Д. Сынк идет, но это не точно. Итак, постоянно мне писали же, комментаторы, умники, устроить себя на работу. Я послушал, я послушал, я всегда прислушиваюсь к мнению людей. Прислушался, думаю, давай-ка устроюсь. В принципе, что, свободное время есть, можно и подзаработать. Ну, смотрел вакансий на ха-ха, там, чтобы было поближе к дому, можно было бы, чтобы пешком дойти, уйти. Смотрю, есть такая вакансия. От 50 тысяч поначалу и 70 потом, там, через пару месяцев. Все, рядом с домом, пешком 15 минут идти. Вакансия. Менеджер по продаже авиабилетов. Думаю, интересно, авиабилеты это мое. Все, я сам покупаю авиабилеты всегда. Я сам, получается, менеджер уже. Готовый, фактически. В общем, пришел, собеседование, туда-сюда, все естественно. Сразу хотели меня взять, я недельку еще подумал. Говорю, да, давайте. Работа заключалась в том, что надо в системах бронирования GDS, там, Sabre, Sirena, кто знает. Наверное, не знаете никто. Amadeus выписывать билеты, проводить всякие операции, обмены и так далее. То есть, это вот три системы, такие, мирового масштаба, где все авиакомпании свои тарифы, свои билеты, короче, все там делается, на самом деле. А не на сайтах там, где покупаются. Ну, нормально, все, что, пойдем, давай. Все равно делать нечего. Подучусь, интересно. Устроился на обучение. Обучение, там, обещали два-три месяца, вот эти системы изучить, программирование вот этих авиабилетов, там, 1OC, там, GR, точка, AN, туда-сюда, MOV, CLD. Обучение и пошло-поехало, знаешь. Но был один подвох, был один подвох, который меня с самого начала смущал. Это такой договор, где прописано, что если ты не проработаешь в этой компании, которая тебя бесплатно обучила со стипендии более того 20 тысяч в месяц, то есть обучение, тебя еще платят за обучение 20 тысяч. Если ты там не проработал два года, то ты должен будешь выплатить всю стоимость обучения вот этой компании. Ну, ладно, думаю, что там, в принципе-то, ну, 1100, наверное, надо будет выплатить на крайняк, ладно, за пару месяцев от работы отдам. Такие были мысли у меня. Ладно, подписал этот договор, тоже там всякие тесты, шместы сдал по этой системе, по той системе, тесты туда-сюда. О, полетела чайка, полетела. Нифига, как закатная чайка. Обучение идет в самом разгаре. Ну, что-то оно затянулось, затянулось там. Вышло не 2-3 месяца, а полгода вышло обучение. Думаю, ну, ладно, фиг с ним, сейчас выйду на работу. Тест сдал, уже такой, который позволяет тебе выходить на работу. Тест, все, я вас сдал, естественно. Ну, да, надо еще сказать, что у нас была стажировка перед тем, как выйти. Стажировка в реальном месте рабочем с опытными чуваками, которые уже давно там работают. И вот тогда прояснился нюанс, что это не только выписывать авиабилет, это еще разговаривать с клиентами по телефону. Это call center. Твою ж мать, я попал. А договор уже подписан, уже назад дороги нет. Кто-то спрашивал, а сколько, если я сейчас откажусь от этой затеи, сколько мне надо будет? 70-80, говорят, пищу надо будет тебя выплатить. Ну, ладно, думаю, 2 месяца поработаю, там, по 50-60 заработаю, ну, и отобьюсь. Call center. А просто дело в том, что, как бы, говорить-то по телефону, это я вообще не люблю. Я ненавижу с клиентами каким-то, тем более с клиентами. Нет, с людьми-то нормальными, да можно поговорить, конечно. Даже приятно бывает иногда. Ну, здесь прям человек приятный себе. Ну, с этими обормотами, которые звонят. Здравствуйте, нам нужен билет на сегодня. Или сдать билет на сегодня, через 2 часа, через час, сдать билет на сегодня. И ты вот в этой суете начинаешь какую-то херню там вот это все отменять. Вот это, к этому, моя психика к такому не готова. Нет, еще, чтобы говорить что-то, объяснять по телефону, одновременно что-то делать. Ну, вы тоже с ума сошли, что ли? Я с клиентами говорю по телефону. Ну, ты как это себе представляешь? Это, конечно, да. Немножечко получается, что я попал. И более того, надо было заполнять еще всякие бухгалтерские хери. То есть, ты выписал билет, например, и, соответственно, делаешь еще и выписку. Такой, какой-то бухгалтерский документ, где, ну, вписываешь данные. Кто полетел? Откуда? Куда? В какое время? В какой день? Какая компания? На какую компанию подставиться? Надо таксы туда прописать, сборы, сервисные сборы. Твою ж мать! Это бухгалтерия пошла еще. Короче, то, что мы изучали, это была одна треть того, что реальная работа. И выписываешься в этих системах, и с клиентами что-то говоришь по телефону. Пытаешься через вот эти сраные дурацкую связь. И через где-то месяц, две недели, неделю, я понял, что что-то, мне кажется, это не мое. Сейчас, кстати, солнце опустится совсем, совсем опустится солнце, все. Мы прям закат застали с тобой. Что-то, кажется, это не мое. Ну, ладно, думаю, получу зарплату, наверное, будет хотя бы зарплата нормальная. Сейчас подождем, два месяца хотя бы, 70-80. Нормально, отдадим, все, пойдем нормально дальше. Все будет. День зарплаты наступает. Как ты думаешь, сколько я получил? Напишу в комментариях. Вот прямо. Три секунды даю. Набрали воздух. Набрали воздух. Набрали воздух. Набрали воздух. Давайте наберемся. Воздух наберем сейчас. 32 тысячи. 32 тысячи. Полгода обучения. Страданий. Тесты какие-то. Шместы. И ты получаешь за месяц 32 тысячи. Здравствуйте, чайка. Ты меня... Кстати, я забыл рассказать про такой важнейший аспект работы, как финансовая ответственность. Знаешь ли ты, что это такое? Я расскажу подробнее, в чем здесь загвоздка. Дело в том, что мы работаем, работали с авиабилетами. И есть такая вещь, как ошибки оператора. Вот человека, например, меня, который работает с этими авиабилетами. Тебе сказали поменять, обменять, сделать возврат, просчитать и так далее. Тарифные правила не всегда, авиакомпании тарифные правила не всегда довольно четко и ясно все расписывают. И всегда велика вероятность того, что можно ошибиться, просчитать что-то не так. Например, озвучу свой косяк. Надо было сделать мне обмен авиабилета, компания Якутия. Я провел обмен на другую дату. Но в процессе обмена случилось так, что система поменяла тариф, который изначально был возвратный, на невозвратный. Я это не прочекал. Тариф получился нового билета, обмененного, невозвратный. А клиент, кусок говна, запросил возврат. Компания, на которую я работал, решила отдать деньги клиенту. Ну, в принципе, он, конечно, ни в чем не виноват. Он запросил обмен, потом возврат. Это нормально. Компания отдала деньги клиенту. А стоимость билета осталась на мне. Билет стоил 22 тысячи рублей. И минус там штраф за обмен, за возврат. В итоге 18 тысяч рублей моя вина. Из-за невнимательности, из-за того и сего. Но, так или иначе, это человеческий фактор. И этого нельзя никак отменять. 22 тысячи. Ладно, первые три месяца компания 75% брала штрафов и прочих ошибок на себя. А 25% финансовая ответственность на мне. Итого я попал на 4700 рублей. Получая зарплату в 32 тысячи в месяц. То есть, ты понимаешь, да, что билеты бывают не только за 22 или 18 тысяч рублей. Мы выписывали билеты и за 200, и за 500 тысяч рублей. Делали обмены вот на эти суммы. Некоторые выписывали билеты за миллионы. Ты представляешь, какая-то лежит на тебе вот это вот. Каждый раз, когда ты тыкаешь кнопку «Выписать билет» на несколько сотен тысяч рублей. И понимаешь, что ты можешь попасть из-за своей невнимательности. Ты не уверен. Еще в себе ты там не работал 500 лет в этой компании. Это еще. Это огромный стресс. Когда ты вот видишь эти цифры. На следующий же день я пришел. Все, хватит с меня. Это вы довольны. Мне уже не больно. Я срал на ваших клиентов. Я срал на ваши бухгалтерские документы и выписки. Сами условия. Ты представляешь. Приходишь там к девяти этим сраным. К девяти утра. Этим вонючее расписание. Пришел там. Ладно. Пошел заварить чаек себе. И тут приходит начальство такое на кухне. Само начальство на кухне тусит. А мне что-то говорит. Типа, а вот сколько у вас начинается на рабочий день? Говорю, в девять. В девять. И вы завариваете чай. Говорю, да. Завариваю чай. Проблема? Вас здесь паститхи, а? А вы не думаете, что это неправильно? А что такого-то? Чай, блядь. С утра заварить. Хули не... Что нет-то, блядь? Нормальный чаек-то с утра самое то. Другие ваши коллеги, которые работают в смену, могут не выйти в перерыв. Блядь, так это ваша тупая система не позволяет. Я-то здесь при чем? Я хочу чаек с утра добануть, блядь. Вот это вот шляпы, перерывы. Вот это, чтобы выйти в перерыв, надо нажать на кнопочку там в программе специально, где ты сидишь в кал-центре. Выход в перерыв. И программа тебе позволяет, либо не позволяет выйти в перерыв. В зависимости от того, насколько человек уже в перерыве. Даже если нет никаких заказов, заявок, ты хочешь выйти в перерыв, поссать, посрать, выпить чаек. А программа, ну, красно, нет. Нет, 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 нет. Потому что уже максимальное количество человек сидит в перерыве. Уже не хочется работать тебе. Это минус наоборот. Это что? Для чего это сделано? Чтобы, чтобы что? Либо там вот это вот делание мозгов тебе. Ты должен сам изучать то-то, то-то. Ты должен быть проактивным. Что-то там, эээ, хотеть сам улучшить в этом. Там, там, сям. Это за две тысячи в день. Да пошли вы нахрен. Засрать хотел вообще на все надо за две тысячи в день. Мне даже жопу поднять за две тысячи в день. Ты что-то еще от меня хотите, что ли, там, за две тысячи? Вот это надо изучить. То, там, не говорить. Вот это не употреблять. То, как не говорить. А я, помню, один раз сказал, что... А вот это просили переключить, там, на операторах. А, его нет на месте. И мне такие, да что? Так нельзя говорить, что нет на месте. Мне надо говорить, что линия заинтажа. Да ёб твою мать, какая разница, как сказать. Нет на месте, что нет на месте. Что? Кто-то сдох, что ли, от этого, что я им сказал, что нет на месте оператора. Нет, так нельзя говорить, нигде так не говорят. Да вообще насрать! Вообще насрать! Где там что говорят? Ну, хотя бы пять тысяч в день можно платить. Тогда можно уже что-то требовать, там, так не говори, сяк не говори. Здесь не посры, там не поссы. Но не за две тысячи же в день. Правильно? Правильно. Или вот... Ну, короче, вот это все. Вот эти вот какие-то рамки тупые. Вот эти вот ограничения. Вот эти... Какая-то тупая культура из девяностых. Или начало нулевых вот этого. Да? Вот фирменная. Или как? Корпоративная вот эта шляпа, блядь. Но абсолютно тупость. Абсолютная тупость. Когда сейчас уже в Европе. Модерна... Модерна... Модерна Арбайс Сайт Моделле. Да. Модерна Арбайс Сайт Моделле. Уже flexible надо быть. Надо, чтобы работник был счастлив в первую очередь. Я, чтобы был счастлив. Тогда все будут счастливы. И клиенты будут радостные. И все радостные. Надо, чтобы я был счастлив. Модерна Арбайс Сайт Моделле. Flexible Сайт. Flexible Время. Чтобы я мог прийти не в девять. Я хотел в одиннадцать прийти. Чуть попозже. Чуть пораньше. Чтобы... А не вот это вот. Обязаловка какая-то. Ограничения здесь. Не выйти, там не выйти. Там не так, не говори. Сяк не говори. Чай не завари, блядь. На стуле, блядь, не покачайся. Стул сломается, сука. Это расходный материал. Стул ваш сраный, блядь. Скрипучий стул. Мне это все нахрен не уперло. За тридцать две тысячи. Звайн трайцих. Найн. Ас кейт ка ничт. Сказал я прямо так им. На что мне сказали. Хорошо. Тебе надо будет выплатить. Сколько, как ты думаешь, сколько? Сколько? Опять надо набраться воздуха. Здравствуйте, собачка. А я пива тебе не дам. Не-не-не, пива не проси даже. Чувак, пива я тебе не дам. А что вы хочете, товарищ пес? Что вы... Ну нет, ну я тебе не дам пива. Все? Все? Нормально? Все, пошел. Местный наш или это каич? Местный? А что? Я оказался должен этой компании Которая дал полгода своей жизни И заработал 32 тысячи в месяц В результате Ну ладно, я получил от них стипендию за полгода 110 тысяч В итоге я должен 253 косаря А 253 тысячи Они мне расписали так 110 это стипендия, которую я должен вернуть по условиям договора С этим я согласен Стипендия, окей, это не мои деньги в принципе были Я их получил от них Плюс 140 Это обучение 30 тысяч в месяц стоило как бы обучение Вот этого всего Которое затянулось на 6 месяцев Вот такая разбивка Не знаю, ребят 253 косаря за полгода обучения Полтора месяца я проработал Увидел эти слезы Денежные слезы Которые я получаю Меньше двух тысяч в день получалось В принципе Вот так я каждый день смотрел Там в принципе как бы плата за смену 1390 минус налог И 60 рублей за там выписанный билет Или обмененный Или возвращенный билет Вот такая история В итоге получалось Менее двух тысяч в день 32 тысячи Ну 40 если там В месяц Это несерьезно Но похер Мне насрать Я сказал Мне насрать И я уволился Все равно уволился Сила воли Мощнейшая У меня просто Мне не страшно 253 это не страшно Расплатимся 10 месяцев мне сказали Рассрочка Так что Че не придумаем Вот я не хотел же Но я вас послушал А вы мне желали Пожелали Пожелали зла Пока оказывается Чтоб я страдал Чтоб я попал на 253 косаря Вы мне пожелали этого Все Вы виноваты Это сколько биткоинов 4 биткоина Вы мне должны Товарищи 4 биткоина Ссылка будет На биткоины Что мне прислать В описании ролика Ладно Я сейчас На самом деле В Зеленоградске Сегодня я подался На новый загранпаспорт Потому что Мой нынешний Уже устаревает Там уже осталось 4 года Его действия Это уже не то Уже пятилетнюю Французскую визу Мне туда не поставят А мне нужна Пятилетняя французская виза Шенгенская Старая сказала До свидания В прошлом году В октябре Американскую визу Мы с ней попрощались В августе 11 августа Тоже Последний путь Ушла она Американская виза Все Паспорт Безвизовая У меня И это печалит Это страшно Печалит Ощущение такое Темное Пожирающее Изнутри Как будто бы Давай Давай Купим билеты В Берлин 20 тысяч Через Стамбул 20 тысяч А А виза же нет Виза же нет И все Все настроение Капут Капут Настроение Хамстердам Хороший Такой Хамстердам Премиум Лагер Ой-ой-ой Фантастика Фантастика Ладно Вот все Солнце зашло С работы Уволился 253 Херня Найду Есть мыслишка Виза кончилась Как будто бы Все подошло К концу Все как будто Все вот И там не то И там не то И здесь не то И везде не то Все не то Но Новый загранпаспорт Я чувствую Что новый загранпаспорт Сыграет свою Радостную роль Все изменится В мощнейшую Лучшую сторону С новым загранпаспортом Который Получу через месяц Кстати Вот здесь подал Прямо в МФЦ Приехал Записался В один день Подал заявление Сфоткался Сказали Все Приезжай Херс лифельком Через Айн моната Один месяц Будет у тебя Загранполученный В Краанце В Селеноградске Мне кажется Это будет Весомый паспорт Очень много Там в этом паспорте Будет приключений Я надеюсь Я Я чувствую это Я желаю Я чувствую Что вот 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 Оно Сейчас Оно Начнется Я думаю Ты тоже Немножко Канал Был на паузе Ну лето Жарко Делать Ничего не хочется Когда в жара Вообще нет настроения Ничего делать Хочется просто лежать Ну или хотя бы Кандей включить Если А вот Кандея нет И поэтому Ничего не было Сейчас начнется осень Осень Это самая офигенная пора Все самое крутое Случается осенью Лето Это полная шляпа Это полное говно Санина говна Или Да И осень Новый паспорт Новые Новые движения И вот это Прям будет Это да Вот если ты еще Остался на канале До сих пор Смотришь Канарская гад Это ты молодец Это ты Супер молодец Потому что Вот это Сейчас будет Контент попрет Серьезный Кстати Пишите комментарии Делитесь своими Историями О самом дничном Месте работы На котором Вам Посчастливилось Поработать Это будет Интересно Почитать Обсудим с вами И выясним Самые Самые дно Работы Которые в принципе Существуют Они в принципе Наверное Любая Работа в найме Это такое Своего рода Дно А вот Самое дно Будет интересно Посмотреть Почитать Давайте Давайте Поделимся Друг другом Историями Итак Что мы узнали Из этого выпуска Первое Работа Это дно И санина Говна Ничего хорошего Там Тебя не ждет Работа в найме Имеется ввиду Второе Надо Становиться Кабанчиком И искать Что-то Какое-то Дело Но как же нам Это найти Пиши в комментариях Может быть Мы Поможем Друг другу И найдем Какие-то Пути Стать успешными Без денег Третье Вы мне все должны Четыре биткоина Ссылка на Биткоиновский Донат В описании Я жду их Сегодня-завтра Надо Расплатиться С Компанией И четвертое Пиво Молодит Особенно Импортное Конечно Я пью и только Импортное пиво И это всегда Хорошо Положительно Влияет на Все аспекты Жизни Организма Просто Скоро Увидимся Скоро Будет Офигенный Это Не точно А может И не будет Хер его знает Посмотрим Вот И кстати Это Подпишись И поставь лайк